МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...такой какой-то настрой на будущее. Во-первых, это идет начало Нового года. Хочется, чтобы пожелать своим соратникам, своим коллегам много нового, много счастливого, много радостного. То есть сделать все для того, чтобы как-то позитивное мышление, позитивные какие-то события, они у нас были в большей мере, чем что-то грустное. Место встречи было выбрано не случайно. В этом году после капитального ремонта в бывших помещениях кафе Центра латышской культуры был открыт кабачок аккордеонистов. Сегодня этот зал оснащен новой световой и звуковой аппаратурой и готов к проведению интересных мероприятий. Одним из них может стать и выступление коллектива, музыканта, педагога, дирижера, в прошлом художественного руководителя оркестра Далгова Центра латышской культуры Яниса Гримберта. Время, которое поработало, оно мне много дало. Сейчас я себя чувствую комфортно во всех жанрах, не только в духовой, и в классике, и в джазовой музыке. Это все был прошедший этап, а сейчас это мне вроде все помогает. С кем легче было работать? С ровесниками когда-то или с сегодняшними молодыми людьми? Вы знаете что, я даже не ощущаю, понимаете, такого нет ощущения. С молодежью мне всегда нравилось работать. И сейчас как-то я прихожу с ними, так у нас очень хороший контакт, я прихожу отдыхать. Практически ни одной встречи со своими коллегами не пропускает Этекла Лоцека. В прошлом методист по работе художественных коллективов Центра латышской культуры. Глядя на своих преемников и вспоминая годы своей работы, госпожа Лоцека отмечает, что тогда было работать сложнее. А сегодня свободы больше в реализации творческих проектов. Сегодня здесь совершенно иная жизнь. Но я вам скажу, что в каждом периоде было и есть что-то интересное. И Центр латышской культуры и тогда и сейчас остается для меня родным домом. И тот, кто сегодня сюда пришел, все близкие для меня люди. Несмотря на почтенный возраст, ветераны культуры по-прежнему принимают активное участие в общественной жизни города. И их жизненный опыт бесценен. Смотря что они ушли на заслуженный отдых, они активно участвуют в культурной жизни города. В разных областях, можно сказать, и посещая концерты, и участие в различных общественных организациях. Потому что в городе у нас очень много таких организаций, которые связаны с культурой. Некоторые, например, создают какие-то новые идеи, новые мероприятия. Самоправление города Далгопилса благодарит за участие активное. И те предложения, которые поступают, конечно, мы используем и берем внимание. Несомненно, бывших работников культуры не бывает. Эти люди и сегодня готовы творить на благо города и его жителей.